Приветствую, друзья! Вы смотрите канал HardSound и сегодня мы послушаем тревел-гитару из питерской мастерской Madman Guitar Custom. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как можно заметить, у гитары нет головы. И за счет этого, а также за счет уменьшенного корпуса и укороченной гибсоновской мензуры 24-75, эту гитару можно брать да везде на самом деле. И на репетиции, и на концерты, на джим-сейшены. Конечно же, в отпуск можно ее взять. Она в длину 76 сантиметров, весит всего полтора килограмма, то есть вы можете ее в обычный дорожный чемодан упаковать и взять с собой. И знаете, что я заметил? Пока вот в течение недели играл на этой гитаре, на ней удобно играть дома, как это ни странно. Она реально не занимает никакого места. Если я беру обычную полноразмерную гитару и кладу ее не на правую ногу, а на левую, она у меня упирается вот в полку. Вот стучит о полку. Но вот эта гитара никуда не упирается. Она реально очень маленькая, компактная. Поиграл, убрал, и она вообще не занимает никакого места. При этом, друзья, я должен сказать, что эта гитара, это не просто какая-то игрушка, это незаменитель инструмент, это полноценная гитара со своим офигенным звуком. КОНЕЦ Из чего сделана эта гитара? Корпус у нас из липы, гриф из трех кусков, две части красного дерева и по центру клён радиального распила, накладка из палисандра. Гриф у нас болченый. При этом, с учетом того, что здесь 24 лада при короткой мензоре, бенды на 24 ладу берутся очень удобно, по крайней мере на первых двух струнах. Дальше, конечно, рука уже упирается в этот рог. Ну, тут уже ничего не поделать. Это издержки маленького тревел-корпуса. По электронике. Тут стоит один датчик, это EMG85. И это достаточно интересное решение. С одной стороны, это громкий, активный хамбакер, а с другой стороны, он алниковый и немного отодвинут от бриджа, и это дает достаточно жирное, мясистое звучание. КОНЕЦ Фурнитура у нас корейская. На голове индивидуальные зажимы для каждой струны. Вставляем струну, шестигранником затягиваем и всё. Бриджи, я бы сказал, максимально упрощенные конструкции. Струна вставляется в этот винт и им же натягивается. То есть, это и колок, и, можно сказать, микроподстройка. Винты крутятся достаточно мягко за счёт вот этих шарикоподшипников. То есть, это неплохое решение. По крайней мере, на Стренбергере вот эти винты крутятся намного жёстче. Тут же всё мягенько и достаточно удобно. Каждая струна индивидуально настраивается по высоте и по мензуре. Я не могу сказать, что это идеальный бридж. У него есть определённые недостатки. Например, вот этот люфт. Вот здесь винты вкручены и они чуть-чуть лифтят. То есть, нужно приноровиться, чтобы настроить гитару. Но! Есть один плюс в такой системе. После того, как вы немного повозитесь и настроите идеально вашу гитару, в отличие от обычного колкового механизма, который можно задеть случайно и расстроить, тут такого нет. Тут задевать нечего и случайно вы гитару не расстроите. То есть, один раз ставите струны, всё дело настраиваете, натягиваете. И, в принципе, после этого гитара не требует какой-либо дополнительной настройки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, конечно, корпус из-за этого стал где-то на 3-4 см больше, но все равно за счет короткой мензуры эта гитара короче, чем этот же Стенбергер на Spirit Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что касаемо качества сборки гитары, то все сделано очень неплохо и придраться к чему-то сложно Отличная подгонка деталей, грифа, например, корпуса, кармана, никаких щелей, никаких потеков краски Кстати, краска, насколько я понимаю, называется металлик, что на бюджетной гитаре не часто увидишь Крышка темброблока сделана из клёна волнистого, насколько я понимаю Центр грифа кленовый сделан из клёна радиального распила, что тоже не так часто можно увидеть И лады Я во всех роликах с обзорами на гитары стараюсь придираться к ладам, потому что для меня это, наверное, самый важный элемент инструмента Но тут вообще никаких проблем с ладами нет Установлены отлично, отшлифованы, отполированы Все здесь закатано, на футажах будет видно Ножки ладов не торчат и все сделано очень круто Ну, единственное, что я бы хотел лады повыше, но это чисто мои индивидуальные загоны В принципе, тут стандартная высота ладов Поэтому сделано все на самом деле очень круто Друзья, если вам гитарка такая понравилась и вы захотите себе аналогично заказать То имейте в виду, что в мастерской можно выбрать и цвет корпуса, набор дерева и также электронику То есть, в данном случае, 85 AMG это пожелание клиента Ну, если вы захотите поставить, например, звукосниматель от Ильи Фокина, то никаких проблем Друзья, огромное спасибо всем, кто ставит лайки и делится роликами у себя в соцсетях Отдельная благодарность патроном и спонсорам на YouTube А с вами был, как всегда, Кирилл Всем удачи, пока!